Что мы знаем о настойке йода? Какие свойства присущи известному средству? И как их можно использовать в лечении? Смотрите это видео до конца и узнайте, при каких проблемах поможет справиться обычная настойка йода. Приветствуем всех подписчиков нашего канала, а новичкам хотим напомнить – не забудьте подписаться на канал, нажав на красную кнопку и на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видеороликов. Что мы знаем о йоде? Прежде всего, это один из химических элементов в периодической таблице Менделеева. Без этого элемента не способна функционировать щитовидная железа, ведь йод – одна из основ для создания эндокринным органом гормонов 3-йодтиранина и тироксина. При дефиците йода в организме происходит нарушение продукции этих гормонов. В результате отмечаются сбои в работе всего организма. Но причиной популярности настойки йода в народной медицине выступает не только этот факт. С какими заболеваниями способен справиться аптечный препарат? Сразу стоит оговориться – в организме должно присутствовать оптимальное количество йода для правильной работы. Дефицит или избыток микроэлемента приводит к серьёзным последствиям. Примечательно, что большое поступление йода в организм с продуктами питания может стать причиной развития аутоиммунных процессов. При дефиците йода наблюдается нарушение функций сосудов, питающих головной мозг, что в свою очередь ведёт к ухудшению памяти, ослабление либидо, развитие депрессивных состояний, повышенная ломкость ногтевых пластин и сухость кожных покровов. При дефиците йода отмечается также нарушение терморегуляции и снижение жизненного тонуса человека. Ведь такой химический элемент, как йод, активно принимает участие в процессах образования гормонов и белков. Отмечено, что одной из причин дефицита йода в организме выступает пагубная привычка – табакокурение. Чрезмерное поступление вещества в организм может привести к появлению регулярных головных болей, приступам тошноты, слабости, повышению температурных показателей тела и, что немаловажно, к сбою в работе эндокринной системы. Какую пользу может принести настойка йода в домашних условиях? Для восполнения запасов йода в организме спиртовая настойка не подойдёт. Для этих целей лучше разнообразить рацион, включив в меню морскую капусту, морепродукты, творог, гречневую крупу, виноград, бобовый и картофель. А вот спиртовой и водные растворы йода помогут в лечении следующих заболеваний. Первое. Воспаление конъюнктивы глаза или конъюнктивит. Для снятия воспалительного процесса и предотвращения развития осложнений используют спиртовой раствор йода, предварительно разведённый в тёплой воде. Для приготовления необходимо взять одну чайную ложку аптечного средства и развести в тёплой воде, соблюдая пропорцию 1 к 10. Терапия проводится на протяжении одной недели. Необходимо закапывать в каждый глаз по 2 капли раствора трижды в день. Второе. Гайморит. Воспаление гайморовых пазух – неприятное заболевание, от которого сложно быстро избавиться. Для лечения отлично подойдёт спиртовой раствор йода в смеси с тёплой водой и солью. Приготовить средства несложно. В 200 мл тёплой, негорячей воды разводят 2 капли йода и добавляют 1 чайную ложку соли. Промывают полученным лекарством носовые ходы каждые 4 часа. Перед сном и с утра можно нанести точки йодом на область расположения воспалённых гайморовых пазух. Это позволит прогреть и разжижить гнойные скопления, способствуя их быстрому отхождению. Третье. Стоматит и другие воспаления в ротовой полости. Лечение стоматита, а также снятие боли и воспаления с дёсен при удалении зуба или же гнойных образованиях осуществляется путём регулярного полоскания йодным раствором. В тёплую воду необходимо добавить 2-3 капли йода и чайную ложку соли. Орошать ротовую полость следует на протяжении 3 дней по 2-3 раза в сутки. Четвёртое. Пищевое отравление. Интоксикация организма при употреблении несвежих продуктов – частое явление, особенно в летний период. Для устранения симптомов пищевого отравления рекомендуем приготовить раствор синего йода. Приготовление не займёт много времени, а результат не заставит себя ждать. Для приготовления синего йода необходимо взять 10 г картофельного крахмала, чайную ложку спиртового раствора йода 5% и чистую воду. 200 мл воды доводят до кипения, дают остыть и добавляют крахмал с йодом. Тщательно перемешивают и употребляют по 100 мл утром и вечером. Пятое. Грибковое поражение ногтей или анихомикоз. Для лечения грибка на ногтях следует взять 5% раствор йода на спиртовой основе и смазывать поражённый ноготь дважды в день. Где ещё может пригодиться раствор йода? Йодный настой на воде или спиртовая настойка йода помогут справиться с такой проблемой, как пяточная шпора. Для лечения рекомендуется использовать водный настой. Средство оказывает свойство усиливать приток кроя к поражённому участку, активизируя процессы обменного типа в тканях. От пяточной шпоры поможет избавиться следующий рецепт. На 3 литра кипятка необходимо добавить 2 столовых ложки спиртового раствора йода, тщательно перемешать и опустить в воду ноги. Рекомендуется проводить процедуру на ночь по 15 минут. Спустя положенное время ноги тщательно промакивают полотенцем, нанося спиртовой настой йода на пяточную шпору и надевают шерстяной носок для получения максимального эффекта. Эффективен спиртовой раствор йода против бородавок. Для избавления нароста необходимо 5% раствором йода смазывать бородавку на протяжении 3-4 недель. Важно соблюдать точечное нанесение, иначе можно спровоцировать ожог кожи рядом с бородавкой. При гнойной ангине помогут полоскания ротовой полости с йодом. Следует взять 250 мл кипяченой воды, добавить в нее 4-5 капель йода и половину чайной ложки морской соли. Полоскание проводят каждые 2 часа. Вместо соли к раствору для полоскания рта при ангине можно добавить 2 кристалла марганца. Чтобы не навредить зубной эмали, таким раствором разрешено полоскать рот не дольше 2 дней. Как йод поможет в лечении щитовидной железы? Йод, как микроэлемент, имеет большое значение для правильной работы щитовидной железы. При дефиците или переизбытке йода происходит сбой в работе эндокринного органа с вовлечением в процесс других структур организма. Для терапии применяются медикаментозные средства, но не менее эффективные инородные способы лечения щитовидной железы. При сниженной активности щитовидной железы отмечается гипотиреоз. Справиться с ситуацией поможет йодная сетка. Её наносят на область расположения щитовидной железы каждые 2-3 дня на протяжении 3 месяцев. Затем делают перерыв в 6 месяцев и снова проходит курс народного лечения. С целью поддержания работы щитовидной железы йодную сетку можно наносить и на пятки. Это позволит также улучшить обмен веществ, укрепить иммунную систему и улучшить кровообращение. Спиртовая настойка йода – универсальное средство, помогающее в лечении множества патологических состояний. В начале 20 века в традиционной медицине даже существовал раздел йодотерапии. Но, как и любое вещество, йод не всем переносится хорошо. Противопоказанием к применению средств на основе йода является индивидуальная непереносимость.